Мы начинаем здесь, по традиции, я, Маша Новая, вместе со мной сегодня в студии, Майк Войс, но и это еще не все. Дорогие друзья, в вечернем эфире мы приглашаем гостей, которые так или иначе связаны с юмором. И сегодня у нас в гостях капитан команды КВН, сборная РДН, продюсер телевизионных шоу в прошлом, член общественной палаты Российской Федерации, председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев. Аплодисменты в студию! Сангаджи, привет! Как у тебя настроение, скажи? Настроение отличное, я сейчас послушаю, как ты меня представляешь, и еще больше настроения поднялось. А я тебе скажу, всем нравится, как я их представляю, они хотят взять меня с собой, чтобы я все время шла и представляла народу. Надо подумать, что это неплохая идея. Но сегодня понедельник. Я про то, что взять с собой. А, взять с собой, хорошо. Как ты к даму приехал, добрался, все ли хорошо? Нормально, практически без пробок, нет. Прекрасно. Ну смотри, в нашем вечернем эфире мы говорим о том, как относиться к жизни с юмором. Есть ли у тебя, может быть, какой-нибудь совет для всех наших зрителей и слушателей? Мне кажется, что отношение с юмором – это такое природное качество. И в этом должна быть еще доля самоиронии. Если ты не готов смеяться над собой, то ты не сможешь смеяться над окружающим миром. У тебя есть эта доля самоиронии? Я, мне кажется, она даже слишком гиперболизирована в моем случае. Я часто над собой шучу. Ага. Мне кажется, именно эта доля самоиронии привела тебя в игру КВН. Правильно? Нет. Или было по-другому как-то все было? В КВН меня привело желание победить. Вот это вот чувство соперничества, конкуренции. Мне казалось, что я могу. И играл. Ну смотри, ты был капитаном. Все-таки это даже не просто участник. Это вообще отдельная миссия. Сложно ли было тебе? И как ребята? Они должны вообще были тебе подчиняться, слушать тебя? Как у вас строился рабочий процесс? Ну, ты же смотрела нашу команду. Конечно. Ты видела, сколько разных национальностей и сколько разных рас в нашей команде присутствовало. Поэтому никакого вертикального подчинения в команде нашей быть не могло и не может. Потому что все-таки международный коллектив, он подразумевает под собой некую такую рыцарей круглого стола. Поэтому мы обо всем договаривались, проговаривали, говорили. И это было, да, очень тяжело. Сагаджи, а вот у меня здесь тоже есть вопрос. Это же действительно команда. Команда, где собрались яркие личности, все лидеры. Понятно, что вы боретесь в юморном плане с остальными командами. Но как между собой избежать вот этих самых конфликтов, чтобы все-таки должен быть фронтмен, командная дисциплина, чтобы все не лезли, как говорится, на передний план? Майк, это очень тяжело. Это и практически невозможно. Мы много раз между собой выясняли отношения в разных ситуациях. Но никогда не доходило до каких-то там крайних мер. Но в целом, конечно, никто молчать не будет. Почему там калмык говорит, армейд не должен молчать. Или там африканец так считает, а индус с ним не согласен. И тут, пожалуйста, начинается там организация объединенных наций в прямом эфире. Но из-за того, что все-таки у нас была общая цель, мы все-таки находили какие-то общие слова, вплоть до того, что давайте разойдемся и день просто друг от друга отдохнем, завтра соберемся и продолжим. Поэтому, в принципе, мы такие же люди, как и все, ругались, мирились, но главное шли к своей цели. Но вы много времени вообще проводили вместе? Все время практически проводили вместе. Ого, шутки, понятно, пишете вы или у вас были какие-то авторы, которые вам помогали? Мы писали шутки в том числе, в том числе писали и авторы очень много шуток. Просто надо понимать, что КВН – это студенческий КВН и КВН, телевизионная передача – это два разных КВНа в принципе. То есть если мы играем в факультетский КВН, то, конечно, for fun, все для себя пишут, веселятся. Тут же как бы друзья в зале, которые поддерживают и так далее. Но телевизионная передача – это совершенно другая материя. Тут нужно готовиться заранее, тут материала должно быть в три раза больше, чем вы видите его в эфире. И такие промышленные масштабы, но сама команда, к сожалению, ни одна команда не в состоянии воспроизвести. Поэтому тут нужны авторы наемные. Да, дорогие друзья, о КВНе и не только мы с вами продолжим говорить сразу же после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Ну что ж, эта ночь знает, как тебе помочь. Дорогие друзья, а у нас пока еще вечер, вечер с Сангаджи Тарбаевым. Сангаджи, я когда готовился, тщательно изучал Википедию. Там есть страница, все написано, я, слава богу, умею читать. Сангаджи, у меня простой вопрос. Продюсер промоутерской компании «Файт Найтс Глобал», генеральный директор компании «Май Уэй Продакшнс», член общественной палаты в прошлом, с 2014 по 2017, председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив и прочие, прочие, это далеко не полный список. Простой вопрос. Откуда, Сангаджи, ты берешь время и энергию? Энергия пока хватает на все на это, а времени нет. И, к сожалению, что-то периодически у меня находится в ущербном состоянии. Либо «Файт Найтс», либо телевидение, либо «Май Уэй Продакшнс», либо какие-то проекты, но, к сожалению, не успеваю все делать. Сангаджи, но самое главное, ты успел сегодня сюда, к нам, на страну FM 89.9. Вот это самое главное. Очень приятно, Сангаджи. Спасибо тебе, что добрался до нас. Да, не за что, я просто, честно говоря, голос просто в телефоне так заворожил, что сказал, ну ладно, хорошо, что поделать. Да, друзья, признаюсь, я несколько дней говорила, чтобы Сангаджи к нам приехал, и он сдержал свои обещания сегодня вместе с нами. И давайте продолжим, может быть, общаться про КВН. Мне кажется, это такая тема, достаточно интересная. Давайте. Даже ты такой яркий персонаж среди своей команды, ты капитан и так далее. Как вообще тебя выбрали капитаном, или ты сам сказал, ребята, я буду главным в вашей команде? Это естественный процесс, не было никакого выбора, не было никаких там дебатов и чего-то еще. Просто исторически так сложилось, что команда факультетская, в которой играл я, она была несколько лет чемпионами нашего университета, университета Дружбонародов. И, соответственно, когда пришло время формировать сборную, мы делали это на основе нашей факультетской команды. Сангаджи, я правильно понимаю, что это уже была команда, состоявшаяся, в которую пришел ты? То есть ты не собирал ребят, ребята, что называется, уже были? Не совсем так, потому что команды как таковой не было, когда мы все поступили. Просто так получилось, звезды сошлись на небе, что в один момент, в один год поступили сразу несколько ребят-активистов, которые любили КВН, и мы все, в общем-то, дружили, общались. И в тот момент, когда собиралась сборная РУДН, как раз все эти ребята и объединились. То есть просто был обычный кастинг, я Сангаджи, я капитан. Ты это понимаешь, ты принимаешь, ты в команде не принимаешь, ты не в команде. В то время вообще понятия кастинга такого не было. Мы сейчас говорим с вами, знаете, о чем? О 2001 годе, понимаете? Году, да. То есть это сколько лет назад? Представляете? Ну это очень давно. Это вообще все по-другому было. Нет кастинга, нет интернета, нет инстаграма, нет фейсбука. Вообще ничего нет о том, на чем мы сейчас основываемся. Но есть доска объявления РУДН на первом этаже. И есть телевидение, да. И есть впервые зарегистрированный аккаунт в Mail.ru. А, в Mail.ru. Слушай, ну ты постоянно, у тебя был такой образ, ты обладаешь шикарным голосом, и ты пел. Вот интересно, что ты никогда не хотел в свою жизнь связать с вокалом? Я думал об этом. Жалко, потому что. Потому что, ну, получалось, как мне говорили люди, мне самому нравится петь. Но, честно признаюсь, я вот не потому что так пессимистично настроен, но мне кажется, что в нашей стране не обязательно хорошо петь, чтобы блистать на эстраде. Поэтому я принял решение двигаться в светском направлении образования. Сангаджи, но при этом я, опять же, возвращаясь к моим знаниям, прочитал, что ты играл на скрипке. Да, скрипач. Ты учился, и ты закончил. Да. Музыкальная школа, средняя музыкальная школа города Элиста. Это столица Калмыкии, кстати, там написано. Все написано, черно-бобелок. Да, да, да. Ну, так, чтобы прям пригодилось-прригодилось, нет, конечно, но мне кажется, что скрипка стала частью моей личности. Она меня сформировала очень серьезно, по-моему. Ну, естественно, музыкальный вкус в том числе, правильно? Музыкальный вкус, знаете, мне вообще со временем начало на эти вещи внимания обращать. Мне кажется, что скрипка влияет на развитие мозга. Угу. Формирование, потому что вот вы играете на гитаре, допустим, там лады. Вот поставили там аккорд ДМ или АМ, он зазвучал у вас, правильно? А на скрипке ладов нет. На скрипке нужно заранее услышать этот звук, правильно пережать эту струну. И это все у тебя, как бы, в твою мозгу, оно заставляет формировать новые нейронные какие-то соединения. Слушай, у нас тоже сейчас, да, 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 у нас тоже сейчас новые нейронные соединения в нашей программе. Поэтому, друзья, ненадолго прервемся и скоро вернемся. Эх, друзья, самый-самый ваш любимый телерадиоканал «Страна-ФМ», самый ваш любимый вечерний эфир, конечно же, любимый ведущий. Ну и сегодня у нас не менее любимый гость, прошу любить и жаловать, Санганши Тарбаев. Еще раз здравствуйте. Капитан сборной команды сборной РУДН. Да. Абсолютно. Привет еще раз. Ну смотри, мы в тот раз закончили разговаривать о КВН. И вот самое интересное, что ты как-то, собственно, ушел немножечко в другую стезю, в предпринимательскую. То есть ты, как я понимаю, променял сцену на продюсирование. Почему? Каким образом это получилось? Я не менял сцену, в принципе, я никогда на сцене-то и не был. Как это? А, в КВН. Ну, КВН это... Нам все это показалось, Мария. Это было... Это был мираж, но очень приятный. Нет, КВН это очень крутое время для меня, когда я был студентом, играл в КВН, показывали на всю страну. Мне это очень время нравится, я не вспоминаю, с большой ностальгией. Но пришел момент, когда нужно было сделать следующий шаг. И этот шаг был, должен был либо в направлении, там, вот, то, чем вы сейчас занимаетесь, либо то, чем занимаются сейчас ваши продюсеры и режиссеры. Но ты же работал и телеведущим после этого, правильно? Телеведущим. Я работал в 2007 году, вел программу «Бокруг света». Вот, это очень интересно. И ездил целый год по всему миру, снял 23 передачи. Это был суперэкспириенс, я там видел все, что только можно видеть. Может быть, поэтому меня как-то вот наелся, знаешь. Ты перенасытился этим, да, и тебе захотелось... Мне захотелось быть чуть в стороне, за кадром, что-то создавать, иметь отношение к этому уже более обоснованно и более глубоко. И поэтому выбрал роль продюсера. Ну вот интересно, ты просто добился, мне кажется, всего, чего хотел именно в кадре, да, и дальше ты пошел уже, собственно... Да, именно так и есть. Слушай, ну это здорово. Ну, какие сейчас у тебя перспективы на будущее? Может быть, ты тоже сейчас наедешься продюсированием? Что на будущее у тебя? Еще есть какие-то заготовки? Ну, сейчас, скажем так, ну, у меня есть телевидение интернет. То есть, когда-то была компания Yellow Black & White, о которой мы вот в куларах говорили. Потом сейчас компания My Way Productions, мы занимаемся New Media, там, интернетом, развитием. В том числе занимаемся телевидением, производим также сериалы для ТНТ, СТС. Ничего сильно там супер не изменилось. Нет, давай мы остановимся на Yellow Black & White. Мне кажется... Давайте, что... Нет, просто сейчас многие люди, которые нас смотрят и слушают, наверняка они не знают, как называют... Пропустили мимо ушей, да? Они не знают просто, как называется эта компания. Но наверняка они знают те проекты, которые ты, собственно, продюсировал. Это проект «Даешь молодежь». Да. Это «Одна за всех» вместе с Анной Ардовой. Это шоу «Уральские пельмени». Абсолютно верно. И сейчас, кстати, эта компания тоже их продюсирует? Или они уже как-то... По-моему, они сейчас самостоятельно все делают. А, самостоятельно. Ну и многие другие. Здесь еще и сериал «Светофор», «Игрушки», «Однажды милиция» и так далее. Ну, достаточно узнаваемые, такие топовые, юмористические проекты. В то время, да. Но сегодня уже это неузнаваемые проекты, потому что сегодня очень много других топовых проектов. Ну да. Медиа сфера движется очень стремительно. Но интересно, что все равно, так или иначе, они развлекательного формата, юмористического. То есть ты именно в этом жанре продолжаешь работать. Мы начали как раз-таки с развлекательных форматов. Мы-то умели что делать? Создавать юмор, веселье, настроение. Вот мы этим, в принципе, и продолжили. Сначала в качестве авторов, потом в качестве спичрайтеров, редакторов, исполнительных продюсеров. И в конце концов уже таким продюсеров полного цикла. Скажи, пожалуйста, но как юмор связан с политикой? Как тебя в эту сторону занесло? Вот это самое интересное. Ты знаешь, Маша, однако вот так посмотришь некоторые включения в Государственной Думы, в принципе, очень многие вещи сильно пересекают. Слушайте, нам до Государственной Думы еще работать и работать с точки зрения развлечения. Ты работал с молодежью, правильно я понимаю? Работал с молодежью. Ну, у нас, это же мы говорим про общественную палату. Да. Общественная палата это не политический орган. Это собирают, скажем, лидеров общественного мнения в том или ином направлении. И, скажем, предлагают им быть официально общественниками. Вот это общественная палата. Ты в общественной палате, в принципе, имеешь те же самые возможности, что и вот вы сейчас сидящие в этой студии. Просто у вас есть некий статус члена общественной палаты, который, по большому счету, там, каких-то супер привилегий тебе не дает. Сангаджи, но сразу вопрос, а почему статус закончился? Вот 14-й начался, 17-й закончился. Почему закончился? Очень просто закончился созыв. Я понимаю, что очень сложно в нашей стране воспринимать, что закончился созыв, человек ушел. Ну, так бывает. Обычно мы привыкли, что ты теперь, да, до конца жизни будешь этим заниматься. Я решил, что надо переключиться. Я понял, что, в принципе, я могу этим заниматься и вне этого статуса. И, в принципе, этим и занимаюсь. У тебя это и получается. Да, друзья, давайте тоже ненадолго переключимся и скоро к вам вернемся. Ну что ж, ты моя, ты моя, любимая, страна FM 89.9. А у нас вечер. Я думала, ты про меня сейчас скажешь. Любимая моя Маша новая. Маша новая и страна FM 89. Не перебивай, Майка, он так готовился, так красиво зашел, а ты... Сколько я придумывал это. Сангаджи Тарбаев, мы затронули с тобой тему юмора и политики. О, да. Это острый сейчас будет. Я предлагаю ее и продолжить. Давай продолжим. У Маши есть заготовка, она готовилась очень долго. Это кабачок. Бомби. Да, заготовка звучит, конечно, серьезно. Действительно, мы сейчас предлагаем тебе немножечко с нами поиграть и разобраться. Вот нам, Смеша, интересно, сколько хорошо ты знаешь юмористов российских и политиков. Давай. Раз уж ты с ними прикасался. Я с подсказкой не дам, может совпадать. Сангаджи, будь внимательна. Да, я сейчас буду называть тебе разные фамилии, а ты попытайся догадаться. Итак, Андрей Георгиевич Бельжо. Бельжо. Кто это, политик или же юморист российский? Ну, политик. Политик? Подумай, подумай еще раз. Да, да, да. Сангаджи Бельжо. Миш, Миш, подожди, а у нас будет какое-нибудь наказание для Сангаджи? Вот если он отвечает неправильно, что... То наказывай меня. Наказывай тебя, ты все берешь на себя. Нет, просто я очень плохо знаю юмористов «Смех и панорамы», и поэтому, скорее всего, это политик. Это из разных времен, да. Да. Ну, возможно, и оттуда тоже проскользнут. На самом деле, ты не прав. Это российский художник, карикатурист и юморист. Запомни, пожалуйста. А никакая не «Смех и панорама». Фамилия Бельжо. Надо запомнить. Да, 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 Бельжо. Итак, внимание, следующий человек у нас Павел Исаевич Вейберг. Вейнберг. Да, Павел Исаевич Вейнберг. Ну, судя по фамилии, он может быть и политиком, и юмористом. И вообще он успешен во многих сферах. Он кем угодно может быть, этот человек, но пускай будет юмористом. Молодец! Смотри-ка, да? Счет 1-1. Да. Я, кстати, веду учет. Счет 1-1. Вот. Я думаю, кто ведет учет. Именно для этого нам ты можешь сейчас ответить. Нам ты здесь и нужен, да, что ты здесь сидишь? Ты будешь у нас сутьей сегодня, Миша. Молодец. Напомню, какой счет. 1-1. Все отлично. Все прекрасно. Да, поехали дальше. Итак, Азар Вильям Ильич. Ильич? Да. Ильич, это что, он словак? Азар Ильям Ильич. Ильич какая-то хоро. Ильям Ильич. Итак, прошу. Нарополитик, да? Вариант. Ну, откуда ты знаешь? Как ты догадался? Ну, Ильич. Очень просто с Ильичом. Что можно понять? Недавно был день рождения самого главного Ильича. Да, друзья, на самом деле, это кандидат экономических наук и первый вице-президент Международной туристической академии. Никогда не встречался с ним? Нет, никогда в жизни. Судьба не сводила? Окей, поехали дальше. Андрей Владимирович Бабушкин. 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 Такая фамилия классная. И так встречайте. Ты так сказал, как будто бы виделся с ним вчера. Андрей Владимирович Бабушкин. Владимирович. Владимир Владимирович? Да, Андрей Владимирович Бабушкин. Тогда политик. А если Вадимович был бы? Вадимович? Ну, я бы еще подумал. Вот так политик. Однозначно, молодец. Это российские правозащитники, общественные деятели. Ну, все вылезли. И Сангаджи вырывается вперед, наконец-то. Со счетом? 3-2. Нет, самое интересное, что он сейчас соревнуется сам с собой. Большинство вырывается сам между себя. Итак, поехали дальше. Роберт Борисович Виккерс. Виккерс? Ну да, Роберт Борисович Виккерс. Виккерс. Опять какой-то, вот какой-то, по-моему, с... Пусть будет юморист. Юморист? Нет, мне кажется, он раскусил мою схему, по которой я зачитываю. Представляете, у Маши есть схема, уже смешно. Я не могу объяснить по-другому. Да, действительно, это создатель юмористического ежемесячника Блин. Никогда, кстати, о таком не слышал? Каждый месяц читаю про ежемесячник. А еще, я тебе больше скажу, автор около сотни сценариев телевизионных передач и даже КВН. А, ну тем более, я думаю, где я мог слышать? Конечно, там. По-моему, капитан команды КВН «Луна» из Челябинска. А, нет, там же Морозенко, я забыл, да. А, ты перепутал его, да? Это я просто привет Морозенко передал. Заодно. Завалировано, воспользовался эфиром, правильно. Ну, давай что-нибудь такое, интересно. Олег Дмитриевич Бакланов. Бакланов, фамилия очень говорящая, кстати говоря. У нас много в политике, да, Бакланова. Ну, это не нарицательно, не нарицательно. Здесь это имя собственное. Ну, пусть, мне кажется, что голосуйте за Бакланова. Тоже неплохо звучит. Бакланов, политик. Слушай, молодец, угадал. Действительно, это советский, хозяйственный, политический деятель, кандидат технических нам. Ну, и здесь очень-очень много регалий. Давай последнего тогда, вот прямо сейчас. Какого-нибудь самого интересного у тебя. А, вот, Владимир Васильевич Дуда. Дуда. Ну, конечно же. Вот и ЖКВН. И? Ну, конечно, юморист. Да, юморист. Молодец. Капитан команды Новосибирского государственного университета. Слушай, а вообще ты всех юмористов знаешь по имени? Ну, нет, конечно. Ну, просто Дуда это легендарный человек. Кстати, недавно ушел из жизни, к сожалению. Но мы все его знаем очень хорошо. А со многими ли ты из своей команды поддерживаешь отношения? Со всеми практически. Со всеми вы встречаетесь? Ну, все, кто со мной хочет поддерживать, со всеми. А, все с тобой. А как вы, кстати, расходились? Вот когда все, золото взято, 2006 год, триумф. Вот это, да. Это переломный момент, потому что у нас, как бы, все вершина взята, и после этого уже нет общего объединяющего кого-то мотивирующего вектора. Ну, потихоньку расходились, кто, ну, по интересам, кто-то шел актером, кто-то шел продюсером, кто-то вообще ушел из юмора. Сангаджи, а как же, как у тебя в Fight Nights Global защита титула? Понятно, вы бы седьмой год пропускали, а в восьмом году взяли бы да защитились, почему нет? А мы в седьмом году выиграли Кубок Чемпионов, куда сижались все чемпионы и стали чемпионами чемпионов. И после этого решили, что лучше не испытывать судьбу, и вдруг появится какая-нибудь дерзкая молодая команда международная, возглавляя каким-нибудь харизматичным азиатам, и выиграет нас, поэтому ну его нафиг. А ты сейчас следишь за КВНом? Вот интересно, есть у тебя какие-нибудь любимчики из современного состава? Сейчас, кстати, вот этот сезон очень сильно обновился, и я некоторые команды там не знаю, да, но вот в прошлом сезоне, да, активно следил, смотрел, участвовал. Какая у тебя вот, кого бы ты мог выделить из общего списка? Я не могу не назвать это командой. Команда, с которой связана была, был мой весь прошлый год, Аспарта-Астана. О, понятно. Они чемпионы, кстати. Круто! Да, да, да. Пользуясь случаем, ребята, вперед! Ну скажи, пожалуйста, как сейчас вообще в России обстоят дела с юмором? Вот многие просто говорят, ах, КВН уже не тот. Вот раньше, когда был Сангаджи... Можешь ты по-стариковски вот это сказать? Вот когда я был, вот тогда? КВН всегда был не тот. Всегда не тот, до самого начала. Открою секрет, вот когда мы начинали играть, тогда уже было это брюзжание где-то там на фоне, что вот, КВН не тот. Пришли какие-то непонятные разноцветные КВНщики, шутят только на тему расы, национальности и так далее. Мне кажется, что для каждого поколения свой КВН. И мне кажется, что и сейчас КВН хороший, и тогда он был неплохой. Просто единственная разница в чем, что сейчас есть выбор. Тогда выбора такого не было, как сейчас. А, типа ты можешь не смотреть КВН, можешь другие шоу, да? КВН когда-то был неким таким эксклюзивным, молодежным проектом. Да. Ты больше нигде молодежь в юморе не видел. В юморе, да. Он кристаллизовал вот всю эту творческую молодежь. Да. Сегодня ты можешь включить там, ну, несколько других каналов. И очень много молодежи, все шутят. И тут уже плюс ко всему интернет. Это самый главный конкурент всех нас. Да. И, кстати, у вас тоже. Ну, кстати, вот что касается о юморе в интернете, как ты вообще к нему относишься? Как ты думаешь, какая тема сейчас в интернете наиболее популярна? Да, вот именно с юмористической точки зрения. Ну, вот проект Dead Jokes, который, да, идет, когда шутки друг друга читают в тишине, там, вот сейчас Эдуков этим занимается. Плохие шутки? Плохие шутки. Но в Америке это уже довольно распространенная история. У нас вот только так начинается. Да, вот это неплохой формат. В целом, мне кажется, что самое смешное, это нарезка из каких-то вот не специально подготовленных, а каких-то смешных случаев. А, понятно. Допустим, женщина за рулем, да, или там. Типа плюс сто пятьсот вот такого формата подборка? Ну, плюс сто пятьсот просто, это субъективная подборка конкретно, конкретного блогера. А, угу. А я говорю, что есть ролики, в которых просто нарезаны кучи. Вот вы когда-нибудь смотрели «Женщина за рулем?» Да? Никогда. А, или «Ле Чанз», смотрели вот «Чанз», ну, про «Шанс», когда люди вот в последний момент что-то успевают сделать. Вот это надо посмотреть. Да, друзья, и сделаем это сразу же после музыкальной паузы. Да, друзья, наш вечерний эфир продолжается здесь. Я, меня зовут Маша Новая, вместе с нами Майк Войс и Сангаджи Тарбаев. Миша, с тебя вопрос. Сангаджи, перед нашим музыкальным блоком мы говорили о юморе. Юмор меняется, общество меняется, жизнь меняется. Сангаджи, с появлением интернета исчезла цензура в юморе. Хорошо ли это или плохо, что сегодня действительно может шутить каждый утюг? Какое-то цензурирование, которое было раньше на ТВ, оно сейчас отсутствует. Вдруг сейчас некоторые блогеры обидятся на тебя, ты назвал их утюгами. На телевидении цензурирование сохранилось. Это в интернете отсутствует. Да, но если тебе не нравится, ты идешь уже туда, где тебе нравится. У тебя есть пульт управления, ты переключаешь кнопку. Или уходишь в интернет. Хорошо ли это? В интернете ты тоже заходишь, если тебе не нравится, ты просто закрываешь сайт, идешь на другой. Ты думаешь, что это является единственным эффективным инструментом цензуры. А вот конкретно какой-то вайн цензурировать или цензурировать какую-то скетч в интернете, ну это уже на откуп тому, на создателю. То есть человек в воспитании, этика, интеллигенция, в его рамке. Как ты думаешь, а нет ли такого тренда, что все равно, если ты хочешь свободной информации, в юморном этом ключе, то ты двигаешься в интернет и потихонечку вся та публика, которая раньше сидела на КВН в самом начале 21 века, она потихонечку уходит в интернет, чтобы смотреть то, не что показывают, а то, что они сами хотят видеть. Знаешь, это желание свободы, да, такое, оно, это протестное такое настроение, оно немножко, на мой взгляд, мотивировано юношеским максимализмом, потому что большинство таких поступков, о которых ты говоришь, совершаются как раз таки молодыми ребятами, которые говорят «надоел телевизор, пойду в интернет». Но я хочу сказать одно, что наиболее качественный юмор, как бы мы ни хотели, все равно он производится там, где есть четкая редактура и есть четкая цензура. Ну то есть на телеке, правильно я понимаю? Не обязательно на телеке, сейчас в интернете еще много есть форматов, в которых присутствует цензура, в которых присутствует редактура, там работают уже телевизионщики, работают люди с кино и все это. Но вот что интересно, смотри, вот сейчас в интернете, да, раньше, когда это было естественно, это было прикольно, сейчас все-таки телевизионщики пытаются залезть в интернет, но там люди, это совершенно другая публика, им хочется живых там каких-то эмоций, а не вот этой вот опорной картинки телевизионной. Мне кажется, что, Маш, ты немножко как-то чуть-чуть переоцениваешь, что аудитория, которая сидит в интернете, она реагирует не на то, что телевизионщики зашли в интернет, а на то, что прикольно или не прикольно. Если телевизионщики сделали прикольно, какая проблема, я буду смотреть. Это должно быть просто и естественно. А это вопрос к телевизионщикам, которые это делают, могут ли они сделать так, чтобы это было для интернет-аудитории прикольно. Вот и все. Сагаджи, а у меня вот сразу вопрос. А ты можешь назвать уже какие-то проекты, которые действительно подтянулись по качеству фактически к телевизионным? Да, интернет-проекты. Ты называешь Дудя, да? Да, да, да. Это чуть ли не первая успешная вот такая как бы интервенция в интернете с телевидения. Есть вот несколько спортивных направлений, которые вот именно в спорте. Там вот Sports.ru, по-моему, какое-то приложение выпускает, тоже очень качественно, прикольно смотреть, зайти, наблюдать. В MMA направлении сейчас появляются блогеры, появляются вот эти вот топы, которые тоже уже делаются довольно профессионально. Ну а скажи, ты своему сыну как-то ограничиваешь доступ в интернете, в контенте? Или он может смотреть все, что угодно? Вот это не повлияет на его вкус, понимаешь? Есть технические ограничения, да, которые ты устанавливаешь в браузере или в приложении, а есть какие-то моральные ограничения, которые ты ему говоришь, не смотри, или это плохо. А, и он тебя слушает. Нет, вот с точки зрения технических, все, что можно сделать, я сделал. Да, с точки зрения моральных, я просто не то что ограничиваю, я просто пытаюсь объяснить, что это такое, потому что если это технические параметры это пропустили, значит какая-то логика в этом присутствует. Сангаджи, спасибо тебе большое, что ты сегодня скрасил наш вечерний эфир. Дорогие друзья, это были мы, Машнова, Майк Войс, Сангаджи, Тарбаев. Друзья, мы переносимся в следующий час. Спасибо огромное. Всего хорошего.